Всем привет! Сейчас начну сборку Штормтигра. Начну я сборку с нижней части корпуса с ванной так называемый. Внутрянку я собирать не буду, так как все равно видно не будет. Модель у меня будет глухая, но изнутренней части я только соберу двигатель. Все зачищу. Ну и буду по ходу сборки комментировать про стыкуемость, какие недочеты есть, еще что-то. Нюансы буду все рассказывать. Вот я отделил нижнюю часть корпуса. Сейчас нужно будет свериться с инструкцией, посмотреть что куда крепится. На данной модели я гусеницы буду заменю на другие, от другого производителя. Вот здесь будет много разных доработок, если честно. Ну сейчас начну с нижней части и если объем флешки мне позволит, то еще и часть вверх соберу. Это будет как раз вот первая часть моей сборки. Ну все, приступаю к сборке. Благо не удлинять видео, чтобы оно было не скучным и не нудным. Я заранее уже отсоединил нужные мне на данный момент части модели слитников. Сейчас вот их маленько зачищаю. Удобно делать от наждачки либо скрайбер, но если нет под рукой ни того ни того. Берем обычный резак и вот так вот счищаем места крепления для литников. Счищает очень хорошо и не оставляет ни заусенцев, ничего. Получается идеально ровная поверхность. Вот так вот каждую деталь нужно зачищать. И еще я отсоединил также сам снаряд, который идет. Потому что насколько фотографии я видел, везде в стволе остается заряженный ствол. Везде видно, что торчит из ствола вот так вот снаряд. Поэтому я его тоже в ствол ставлю. Но еще с чем это связано? Так как фирма Звезда не сделала нарезку ствола. Сам, как я до этого не пробовал это делать. Ну, чтобы сильно не накосячить, я просто ставлю вот этот снаряд в стволе. Как вот на фотографиях на моих. Начну клеить. Клеить буду вот на такой вот клей Тамиевский. Очень хорошая вещь, супер жидкий. И заодно буду вам рассказывать о стыкуемости и как вообще модель собирается. Вот это, конечно, спорное решение, что вот к ванне все крепится несколькими частями. Вот так вот. Потому что я сейчас смотрю, если вот так вот склеить, получается вот здесь вот так вот лучше, чтобы было видно. Вот. Шовчик получается. Вот он. Ну, ничего страшного. Я его шпаклевкой уберу. Видно его не будет. Чем хорош, что это супер жидкий клей? Допустим, у нас есть труднодоступное место, и нам надо промазать. Делается вот изнутри и всё. Он протекает во все отверстия, которые нам нужно проклеить. И остаётся там. То есть, очень удобная вещь. Вот этот такой вот клей. Плюс он выветривается, от него потом следов не остаётся блестящих. Сейчас вот я так промажу всё. Ну, вот так вот. Сами видите, шов такой вот остаётся. Ну, ничего страшного. Шпаклёвка, грунтовка, и ленивец. И всё. Следа мы даже не увидим, что здесь что-то было. Я так понял, что спереди нас ожидает то же самое. Ну, да. Так же шов получается. Я вот сейчас на сухую прикладываю. Получается шов. Ну, ничего страшного. В этом я не вижу. Всё собираем. Модель достаточно проста в сборке. Сейчас я просто прикинул, что ничего трудного нет. То есть, много времени её сборка не займёт. Вот так вот всё клеим. Клей этот фиксирует очень хорошо. Пластик. Ну, да. Вот швы сразу видно. Вот здесь вот шов. Здесь шов побольше. Плюс с выступом. То есть, его придётся маленько так же зашпаклевать. И потом сравнять наждачкой. И всё будет хорошо. Вот у нас что получается. Ну, фиксация вроде сейчас крепкая идёт. И здесь вот удобно, что сделана ножка, в которую вот часть будет просто упираться. То есть, зафиксируется хорошо. Да, спор на решение, конечно, с такими частей составлять. Ванну, танка. Обычно другие производители льют её за одной целой. И вот то же самое. Шпаклевать, я чувствую, модель придётся хорошо. Вот здесь вот я просто сейчас даже на сухую прикладываю. Получается шов. Вот его видно. Даже если приклеить, шов будет всё равно. Вот что получилось. Да, шовчик здесь есть. Поверяю отверстие. Ничего, замажу, ничего страшного. Циммерит, кстати, выглядит хорошо. Достаточно приятным. Бывает, я вас уверяю, и хуже. Качество. Так что здесь ещё не всё так плохо. Ну, продолжаю дальше всё собирать. Вот так это выглядит. Ну, сзади, в принципе, так же сделано. То есть, фиксация очень хорошая будет. Ну, стыкуемость, в принципе, нормальная. Вот, конечно, вот эти швы остаются. Ну, ничего, их промазать. Потом от них даже следов не останется. Гигантских таких щелей, как раньше, допустим, у этой же звезды был, нет. То есть, получается всё хорошо. То есть, качество улучшается. Многие, конечно, скажут, что это перепак Италери. Но Италери тоже не всегда делал идеальные модели. Скажем так. И у них свои косички есть. Здесь, кстати, щелей не осталось. То есть, задняя часть вообще подошла идеально. Так, и от ванны у нас остаётся закрепить только вот эту часть. Ну, вот, грубо говоря, 10 минут работы. И нижняя часть корпуса готова. Ванна, так называемая. Практически уже готова. Ходовку я займусь попозже, чтобы не обломать. То есть, сначала ещё всё дособираю. И потом займусь ходовой частью. Но это уже будет во втором видео. В первом у меня будет работа по корпусу. Так, ну, соберём по мелочи сейчас. Само орудие. Что хорошо, вот, сделаны пазы. Тоже очень удобно. То есть, не соскочит никуда. Ну, да, уже хорошо. Размер снарядом с 9-ти миллиметровую пулю. Вот так это выглядит. То есть, размеры впечатляет. Я представляю, как настоящий снаряд этот вживую выглядит. Продолжая сборку. Сейчас буду присоединять боковые части. Ну, и верх с орудием соберу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то как здесь у нас. Так, это вот. Надо будет поставить вот такой вот разделитель между двигательным отсеком и отсеком экипажа. Это будет выглядеть вот так. Потому что люк открытый сделал, где двигатель у меня вует. И должно быть видно, что здесь что-то есть. Перегородка. Перегородка добавила жёсткости к корпусу. Сейчас буду собирать орудия. Надо главное всегда сверяться с инструкцией. Перегородка. Перегородка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так оно вставляется сюда. Реально напоминает пятачок у поросёнка. Изнутри выглядит вот так. Сейчас здесь по мелочи ещё доделаю. Ну и будет на сегодня это всё. Чуть не забыл одну вещь сделал. Самую главную. Ставить снаряд. Оп. Вот так вот это выглядит будет. У меня получилось. Сейчас это всё держится на сухую. Пока я сборкой доволен. Всё очень быстро. Ну где-то есть если швы. Ну я их замажу. Отверстия вернее. В следующем видео я обязательно покажу сборку ходовки. Покраска двигателя. По мелочи всё. Люки. И подготовка грунтовки и покраски будет. Всем большое спасибо за внимание.